Доступность качественного, да? Могу честно признаться, я перечитал Конституцию с карандашом и очень глубоко, когда начали делать стандарт дошколки. И там так много всего имеет отношения непосредственно к вам и к детям, что я вам рекомендую. Прочитайте Конституцию, это небольшой документ, но вы увидите, между прочим, что мы потрясающая страна. Помните, в советское время сдавали научный коммунизм или философию? А помните, там был такой вопрос в билетах, критика буржуазных концепций. Не читал, но сейчас скажу. Так? Ну так. Вот то же самое и мы, к сожалению. Мы не читали или не знаем Конституцию и что-то ругаем. Конституция на самом деле очень хорошая. На удивление, Конституция гражданского общества. Мы просто ее тоже не исполняем. Причем, к сожалению, зачастую на всех уровнях. То есть вот уровень гражданского сознания, который мы с вами должны заложить вот с этого возраста, да? Мы же с вами, детям, начинаем закладывать, что прилично, что неприлично, что принято, что не принято. Как можно, а что нельзя. И вот нормы и правила поведения в обществе, ценностное основание, очень четко и внятно прописано в Конституции Российской Федерации. И, кстати говоря, в Конституции Республики Тарстан. Вот это основополагающий документ. Конвенция о правах ребенка, понятно. Федеральный закон образования, ну, Семейный кодекс, еще и разные другие документы. Федеральный закон образования, здесь я одеваю очки. На самом деле, когда мы с вами начинаем любой проект, то мы должны, я сел, потому что не вижу. Начинаем любой проект, то мы прежде всего должны определить, что мы хотим получить на выходе, правда? Но я привожу классический пример, две шутки, да? Шутка номер один, это анекдот советского периода, да? Портсобрание, старшее поколение, помните, что это такое? Я вообще бы старт пропадоком. Портсобрание, вопрос первый. У крышекорубники, у второго, построение коммунизма. Поскольку доски не завезли, переходим ко второму вопросу. А второе, второе тоже шутка. Ну, вот вы собираетесь построить домик дачный. И вы начинаете думать, да, какой хочу. Другой этажный, там, с веранкой, с каменчиками, там, с печкой, еще чего-то. И после этого вы уже ищите ресурсы, там, что для этого надо, как. Мы также точно делали и стандарты. Мы сначала нарисовали портлет выпускника. Причем в основу положили социологическое обследование. И вот портлет выпускника детского сада мы делали, такая у нас есть, Наташа Воробьева, замечательная замдиректора колледжа педагогического в Москве. Полученная очень девочка такая, ну, как девочка, наверное, 35-37. Вот. Все равно. И вот вместе мы это и сделали. Смотрите, под этим сняка детского сада. Любящий свою семью, принимающий ценности и традиции. Уважение к семье. Любящий свою родину, эмоционально реагирующий на государственный символ, проявляющий любознательность в истории культуры своей малой родины, народа России. Я в этом случае всем рассказывал, что первый рисунок, который мои родители сохранили до сих пор, это был крейсер Аброра. Я его нарисовал в 5 лет. В детском саду. Осознающийся личностью, проявляющий заботу и внимание к окружающим. Умеющий организовать игровую деятельность самостоятельно и в группе. Потому что мы уже развиваем. Не крето в нашей жизни написано на стекле, скажем, трамвай, не высовывайся, да? И какая ты личность, мы это член коллектива, да, наше советское представление. А ты личность. Мотивированные на исследовательскую и творческую деятельность, способные к самостоятельному поиску решений. Владеющие универсальными способами учебной деятельности, мотивированные к познанию. То есть задача не убить, как говорит мой друг Основов, не убить почемучку. Что такое мотивирование к познанию? Почему? Не убить почемучку. Осознающие и принимающие элементы гендерной идентичности. Мы тут проанализировали учебники для начальной и основной школы. И вот сидишь, женская аудитория, и все кричат, какая гендерная идентичность. Так вот, все виды деятельности в учебниках на 90% мотивируют. Ну, проверьте сами себе потом. Посмотрите, там у детей, там у кого-то школьный учебник.